МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня на народной трибуне Олег Патлок и я, Сергей Зацепин. Привет, Олег. Привет, Сережа. Перестань ломать микрофон. Не буду больше. Так, пока не забыл. Я не успел прийти в офис, у меня уже несколько... Я вчера рассказал о том, что я ездил менять масло в машине, наконец-то, в мастерскую, о которой рассказывал Яков Стрельчин, постоянно рассказывает. И я вчера об этом рассказал, сегодня не успел зайти в офис, сразу уже несколько звонков по поводу этой мастерской. Для всех внимательного, кому необходима помощь механиков, там замена масла, замена тормозов или что-то с машиной случилось, запишите, мастерская называется Mechanic Auto Service, а находится она в Виллинге по адресу 1030 South Milwaukee Avenue, и телефон запишите 847-877-1456. А где это расположено? Приблизительно хотя бы. Приблизительно это южнее Хинц, там еще есть такая, после Хинц есть маленькая улочка, называется Industrial Drive. И вот как только ты ее проехал, сразу въезд, въезд, там большой билдинг, только этот билдинг нужно объехать справа и заехать с тыла в мастерскую. То есть вот надо объяснить, как это найти, потому что она не как бы не стоит фасадом на улицу, поэтому, может быть, народу трудно сориентироваться. Довольно известная улочка. Да, если ставить киндастрил лицом на запад, то этот въезд слева будет. Еще раз номер телефона 847-877-1456. Все, что касается автомобиля, это вам вот сюда, в эту мастерскую. Так, что-то я еще хотел. А, наши друзья уже, вот смотрю, уже на... Интересно, мы еще не успели выйти в эфир. Уже приветствуют, да? Уже приветствуют, но уже есть один какой-то наш друг, в кавычках, который нам уже заранее поставил дизлайк. То есть он нас не любит априори. Всегда, как говорят, в природе должно быть равновесие, да? Ну, пока что мы перевешиваем, несмотря ни на что. Да, количество людей, которые поставят нам лайки. Да, кстати, все, кто сейчас нас смотрит и слушает, разрешаю поставить лайк, просто кликните на палец. Между прочим, приложение, телефонное приложение для андроида. Значит, мне позавчера показал приятель, у него есть на андроиде приложение. Я хотел установить себе, я его не мог найти. Оно есть, оно было, оно работало. Но дело в том, что Google постоянно меняет и делает апдейты. Мы делали два приложения. Мы делали приложение для андроида и для Apple. Apple по-прежнему работает. А Android, они какие-то апдейты делают, и все время нужно что-то менять. Так дело в том, что его вообще нет на... А его сейчас нет, потому что смысла нет, потому что, если бы его загрузишь, он не работает. Я понял. Поэтому, если вы пользуетесь Android, вам проще зайти через браузер на наш веб-сайт radioinvc.com, и там прям сразу играет, идет трансляция, вы можете видеть, слышать и участвовать в наших программах. Между прочим, все больше и больше мне говорят людей, что слушают нас на работе. У меня хорошие, у меня сразу лайки пошли. Спасибо вам огромное. Сергей Олег, добрый день. Да, добрый день, Стивен. Значит, что я хочу... Да, очень многие приятели говорят, мы на работе вас слушаем на YouTube. То есть, одевают наушники, убирают как бы с экрана монитора и тихонечко нас слушают. Вот, звонок уже есть. Давайте пообщаемся с нашими. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Будьте добры, вчера в программе Ханити мелькнула буквально информация, что Линдс и Грекин написал какое-то письмо генеральному прокурору. Если вы в курсе, может быть, поясните. Дело в том, что Линдс и Грэм, он Грэм. Да, это американский сенат и республиканец. Что он хочет сделать? Он хочет допросить бывшего главу Белого дома о бестоках расследования якобы российского вмешательства в выборы США 2016 года. Если вы об этом говорите. То есть, подробнее, значит, об этом... Он председатель Субдневного комитета Сената США. Еще раз, его зовут Линдс и Грэм. Он хочет вызвать для дачи показаний под присягой бывшего американского президента в рамках расследования истоков российского дела. Грэм говорит, что одной из самых больших загадок в саге о Трампе и России, которую нужно разгадать, является вопрос, как рассказал президент Обаме, о расследовании контрразведки в отношении тогдашнего кандидата Трампа. Республиканец из Южной Каролины, он из Южной Каролины, он хочет получить ответы от бывшего президента. Ну, вот это будет очень интересно. И не забывайте, что в рамках расследования комитета он намерен также вызвать для дачи показаний и бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба, и бывшего директора ЦРУ Джона Брэннана, и бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера, вот вчера об этом говорили у Хэннити, говорил в своей передаче об этом. Очень интересно должно быть, с нетерпением ждем, если это случится. Ты думаешь, Сережа Обама согласится? У него есть вообще какие-то пути отступления и отказаться от этого? На самом деле, они могут его вызвать повесткой, я не знаю. Сапина дать ему, да. То есть, теоретически, конечно, там куча адвокатов, Обама же стал богатым человеком. Ну, он стал богатым, но вот самое интересное. А это значит, что он будет нанимать адвокатов. Ты помнишь, сколько он денег, но, правда, он потратил наши деньги. Ну, я помню, что... Он потратил наши деньги на то, чтобы скрыть свои записи, оставить их за силами. То есть, во время его образования, вот все записи из университетов и так далее, они ведь так и остались закрытыми. Так он потратил миллионы долларов наших денег, чтобы его информация о нем не стала достоянием народа. Интересно еще то, что... Интересно то, что, когда он стал президентом, его благосостояние оценивалось там несколько сот тысяч долларов. Сегодня оно оценивается уже почти там 200 миллионов. Но вот еще интересный факт по этому вопросу, то, что Трамп завершил, аннулировал все программы и расходы на содержание бывшего президента, потому что он собирался выставить, как говорится, в кавычках нас, почти на 2 миллиарда долларов или около того. Прежде чем Обама покинул пост президента США, то у него был договор с государственным департаментом о том, что у него будут официальные визиты и лекции он будет посещать. И все это будет за государственные деньги, лекции в зарубежных странах. И все это будет оплачиваться из наших фондов. В течение 20 лет он собирался использовать средства из управления президента на визиты и отпуск, и отпуска свои. Трампу, который всегда ищет способы, где бы сэкономить деньги, где бы урезать что, он просто взял и закрыл эту программу. То есть ему попалась вот эта вот книга бухгалтерская. Надо сказать, что Обама собирался ездить не один, а собирался там со всеми лохватой родиной. 24 члена семьи. Семья, друзья, подружки, телохранители. Плюс, Сережа, не забывай о телохранителе, охрана. То есть он немедленно отменил планы Трампа и всех агентов секретных, отозвал всех агентов секретной службы, которые вот должны были охранять, защищать семью Обамы. Я уже сказал, что это почти 24 человека. Значит, счет после некоторых надбавок за дни, которые, возможно, были связаны с работой, на 214 миллионов долларов. То есть почти из 700 дней, которых Обама провел в Белом доме, значит, это получалось где-то 3 месяца в год отпуск. И почти ни один отпуск не включал абсолютно никакой работы. Это был чистый отдых. То есть он там, не знаю, играл в гольф или во что там. Спали, ели, отдыхали, получали удовольствие. И все это было за наши деньги. Ну и вот всем известно, сколько Мишел тратила денег на себя, какая у него была свита почти в 30 человек. Так что вот кислород перекрыт еще. Еще один поступок мужчины Трампа. Вообще он действительно старается экономить на всем, что можно. И на зарплате работников Белого дома, по-моему, 20 миллионов уже сэкономил. Ну, если учесть то, что у Мишел Обамы было 29 человек в обслуге, а у Милании, по-моему, только 4. Так что вот уже 25 зарплат сэкономлено. Год, это хорошо, это хорошо. Потому что нечего ездить бывшему президенту Обамы по миру за наш счет и при этом выступать с антиамериканскими речами. В том то же и дело, что он призывает к чему. Пару слов о нашем благословенном штате. Значит, начиная с 2000 года, штат потерял 310 миллиардов долларов за счет того, что не добрал налогов. А налогов он не добрал, потому что люди, которые платили налоги, уехали из этого штата, из этого благословенного штата. Просто взяли и уехали, потому что уже не по силам им платить такие налоги. И похоже, что эта тенденция будет только развиваться, потому что политики, которые сегодня в власти, что в Чикаго, что в штате, единственное, что могут... Нам задают вопрос, какая зарплата у президента США. 400 тысяч. 400 тысяч долларов. 400 тысяч долларов в год зарплата президента США. И, как нам известно, он свою зарплату жертвует в те или иные фонды. В частности, ну или в фонды, или вот отдал 100 тысяч за квартал, отдал зарплату, по-моему, агентству по делам ветеранов. 100 тысяч. Ну, в общем, так что вот так. Да, вернемся к штату. К штату, да. Начиная с 2000 года, штат потерял 310 миллиардов долларов. И это будет продолжаться, потому что сейчас Lightfoot выступила с обращением к законодательному собранию о состоянии дел в городе. Lifewayfoot ты имеешь в виду? Нет, Лэрри, Lightfoot. Ой, простите. Lightfoot, мэр Чикаго. Я понимаю. И похоже, что и там они будут повышать налоги на недвижимость. И, конечно же, это будет выталкивать людей из этого города. Народ будет продолжать уезжать. В общем, такой замкнутый круг получается. Чем выше налоги, тем больше народу, который платит налоги, уезжает, тем уже налога, налоговая база. То есть надо опять увеличивать налоги, чтобы покрыть. Они опять увеличивают налоги, еще больше народу и бизнесы уезжают из этого штата. И налоговая база опять сужается, и они опять увеличивают налоги. Вот кто-то же сказал, что это сумасшествие, когда человек предпринимает одни и те же действия, ожидает какого-то иного результата. А возраста не там. Так вот, эти идиоты, которых мы, я говорю мы, потому что, ну, так или иначе, мы голосуем. Не важно, что я не голосую за тех, за этого путца, который сидит сейчас в Спрингфилде. Но все равно, кто-то из моих знакомых за него голосовал. Наверняка есть такие. И вот результат. Нам повышают налоги. Ну вот еще то, что касается нашего штата, мы уже говорили о том, что бывший конгрессмен Джо Уолш, он собирается побороться с Трампом за выдвижение кандидата в президенты от республиканцев. В 2020 году будут выборы. И о своем решении он заявил, это еще, по-моему, в прошлое воскресенье, в эфире канала ABC. Причем самое интересное, что он не просто хочет бороться с Трампом. Он, в принципе, был довольно таким ярым поклонником, а соратником Трампом был. И стал ярым его противником. Причем не просто противником, а он, в принципе, говорит гадости и неправду. Он говорит, что в Белом доме сидит парень, который не подходит, абсолютно не подходит на должность президента. Это он сказал в интервью. Значит, он говорит, что Трамп лжет каждый раз, как только открывает рот. Это его слова, это цитаты. То есть все токенпоинты с СНПС, абсолютно, с CNN. Да, у нас, он говорит, у нас никогда не было такой ситуации, и нельзя верить ни одному слову президента, что он безумен, он чудаковат, он жесток, он нетерпим, он некомпетентен, он не знает то, что он делает, он не отдает отчет своим действиям, он не уравновешенный. Он не представляет нас, он представляет наши худшие проявления, он не выполняет свои обещания. Опять же, при этом, вот просто фраза, он не выполняет обещания, но ни одного примера он не привел. Какие имени обещания? Честно говоря, Волж всегда вызывал у меня вопросы, даже когда он был с коронником Трампа, он немножко такой чудаковатый, мягко говоря, чудаковатый парень. Он был правый, но немножко левый. Немножко чудаковатый, а уж в какой-то момент, я периодически слушал, потому что, когда едешь домой с работы, включаю, иногда слушал его. И, ну, в зависимости от того, потому что, ну, там, одно время там был на 890, был Марк Левин, поэтому я Волж и не слушал, а потом там стал этот Биг Джан, Джан Холл, поэтому я иногда включал Волж. Волж, по-моему, с 5 до 7, да? Да, с 5 до 7 вечера. Вот это тогда, когда надо выключать драйвер. И вдруг в какой-то момент, правда, нет, накануне, в какой-то момент он вдруг стал вот нести такую пургу, потом раз появился на СНН, потом раз еще раз на СНН выскочил, думаю, что-то здесь как-то оно попахивает, чем фиши. И точно, вот на тебе результат, Джо Волж объявил о том, что он ранен. Ну, конечно, за него проголосует Ленька Могилевский, может быть, еще пару часов. У него абсолютно нет никаких шансов, конечно. Единственное, что, тем не менее, он выступает, у него появилась трибуна, он начинает, понимаешь, кто-то дал кучку денег ему, небольшую, там, пресс дал, и он теперь будет обливать грязью Трампа. Это все, что им надо перед выборами. Им же не важно, слушай, вот эта банда, которая там 20 с лишним человек, это демократический парень, кто де Блазио будет мэром, или Джиллебренд, или еще какой-нибудь сумасшедший. Нет, конечно, но зато у них есть возможность выйти на большую трибуну, на большую арену цирка и лить грязь постоянно какую-то, то Трамп рашен, то сейчас он сплошь и рядом белый супрем-ассист и так далее. То есть пропаганда должна работать, но в мозги, так сказать, неустойчивых это все должно вливаться, они должны это впитать в себя. И когда в ноябре пойдут на выбор, они точно будут знать, что, ну, если Трамп не русский агент, как выяснилось, то наверняка Трамп расист и белый супрем-ассист. Вот в этом заключается их задача и всех этих клоунов, которые во всем этом шоу принимают участие, и Волж в том числе. Ну, нам уже вбили в голову, что расисты, исламофобы, гомофобы и прочее-прочее, это белый мужчина. Белый мужчина обычной традиционной сексуальной ориентации. Вот Липпиджо сказал уже, что причина расизма в нашей стране – это белый человек. Вот изведен под корень белого человека совсем, но не будет, не останется белого. И, похоже, к тому и идет, потому что молодежь, вот, смотри, у них берут интервью, они не хотят рожать детей под тем или иным причинам. Во-первых, потому что они ненавидят Америку. Я слушаю их, у меня все мои оставшиеся волосы на голове начинают шевелиться. Я ненавижу Америку, потому что Америка – это зло. Потом они не хотят рожать детей, потому что глобальное потепление. Потому что через 12 лет все равно страна, земля исчезнет. При этом Обамка за 15 миллионов прикупил себе там на Марта Виннинс Ярд. Да. И свои зарплаты в 400 тысяч долларов. Прикупил себе домик там колоссальных размеров. Ничего. Вообще, я тебе скажу, вы знаешь, когда… Так вот, когда и живут белого человека, тогда расизм прекратится. Когда говорят о будущем, о модели будущего общества, вот, знаешь, у кого-то… У нас есть звонок, давайте примем звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот маленький пример. Здравствуйте. Если белый отсюда, тебе не место на наших улицах. Вот это вот наше будущее. Вот такие идиоты, которые голосуют за демократов, любой национальности, любого цвета кожи, вот, получат вот это вот. Интересно, задержали ли этого чернокожего? Да, задержали. Больше того, был снимок, он сидит в зале суда и улыбается. Ему задают вопрос, он улыбается. Он очень доволен собой, знает, что его оправдают или каким-то образом закроют это дело. Вот. Как вкус молота было. Вот что у нас в стране творится. Потому что он, если, не дай бог, его еще и осудят, то он же, конечно, будет утверждать, что осудили его только потому, что судьи и они расисты. А ты думаешь, почему сидят в тюрьмах афроамериканцы и латинос? Исключительно потому, что... Из цвета кожи. Только. Потому что мы все расисты, полиция расисты, судьи все расисты. Только поэтому сидят в тюрьмах. Помнишь, Хамала Херрис, как говорила? Еще, кстати, сказать, 64% сидящих в тюрьмах сейчас оказываются нелегалами. Большинство из них, у них вообще нет никакой национальности, никакой государственной принадлежности. Это исследование Judicial Watch провело и официальная статистика. Ну вот Джо Байден выступает за то, чтобы всех оттуда выпустить. Правильно. Так вот, мы все должны голосовать правильно, так сказать, и помогать тоже. Вот многие, сами видите, вот, например, этот Линсон Грэм, о котором мы только недавно говорили. Он, я вот тоже, как одна женщина говорит, я получаю письма, да, я получаю письма. Значит, против него такая компания, и такие деньги выставлены. Для того, чтобы он остался, надо ему помогать. Ребята, помогайте ему, не забывайте, что потратив сегодня там 10, 20, 100, даже больше долларов за год, предположим, от этого у вас дырка в кармане не получится. А скупой платят дважды, а в данном случае мы можем платить, возможно, своими жизнями и жизнями наших детей. Мария, вы со своей дикцией и знаниями просто обязаны звонить вот в левые радиостанции и им повыать мозги. У вас это получится. Я звоню, я звонила вот этому безумному Джо Волшу в свое время. Во-первых, они там, у них ретензирование, и как бы не допустили меня, но он со мной конкретно поговорил, он мне кричал. I love you, I love you. You are right, I love you. Спасибо, Мария. Спасибо, у нас еще есть звонки. Да, открытого эфира. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Вас очень плохо слышно, вы прерываетесь, очень плохо слышно. Все, понятно, окей. Ну, сейчас лучше, сейчас лучше стало. Окей, я говорю к тому, что нельзя делать амнистию, потому что были уже амнистии. Была амнистия после 17-го, когда открыли тюрьму, выпустили всех, какая была, какая был краем в России. И когда открыли, тоже после Второй мировой войны, тоже выпустили всех. И чем это все закончилось? Конечно, нельзя. Так что это делать нельзя. Конечно, нельзя. Более того, не просто нельзя, а вот этих нелегалов, которых выпускают из тюрем и депортируют из страны, они каким-то чудесным образом попадают назад. Не просто чудесным образом, а вот этот вот кандидат в депутаты, в президенты. Охи, господи. Нет, который на 4 июля был на границе и привел вот этих нелегалов назад. Ой, ну этот молодой, чернокожий, лысый. Кастер. Нет. Ты, господи, вылетела из головы. Кто там у нас еще? В Нью-Джерси. Он из Нью-Джерси. А, Кори Букер. Кори Букер, да. Вот, он же сам лично приводил вот этих нелегалов. Он не один. Еще были. Еще были, да. Но вот я конкретно говорю вот о том, что он привел сюда нелегалов, которые уже были высланы. Давайте мы прервемся на рекламную паузу и оставайтесь с нами. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы или комментарии, пожалуйста, звоните. Небольшое объявление. Сегодня у нас не будет в эфире Александра Непомнящего. И это плохо. Но есть и хорошая новость. Как всегда. Если все сложится, благополучность сегодня в эфире в это время, то бишь через полтора часа, да, через полтора часа, даже меньше, чем через полтора часа, в нашем эфире будет Гарри Табах. Тематика? Ну, во-первых, мне бы хотелось его, поскольку он находится в Украине значительное время, мне хотелось бы его расспросить о том, что там происходит. Во-первых, как прошли выборы, как новая власть. Был разговор. Был разговор. Новый, по-моему, новый. О визите Нетаньяху, о скандале. В общем, прежде всего о том, что происходит в Украине, какие дела. Мне вот это, прежде всего, интересует, с его точки зрения, поскольку он там варится в этой каше. Так что, друзья мои, это будет интересно. Гарри, да. Это всегда интересная тема. А что касается Израиля, интересная новость. Ася рассказывала, ей задавали вопрос, она ответила, что Нетаньяху предложил Фейглену пост в кабинете министров, в том случае, если они откажутся идти на выборы отдельно партии своей, поскольку, ну, по всем, так сказать, они не проходят барьер. Но они забирают голоса. И еще пишет он. Тем наименее дальновидным сторонникам Фейглина, кто убежден, что коварный Нетаньяху обязательно рано или поздно обманет и кинет их наивного вождя, я хочу сказать следующее. Фейглен уже получил от Нетаньяху едва ли не самое главное и важное, что тот вообще мог ему дать. Сегодня Фейглен получил из рук главы правительства реальную политическую легитимность, превратился из маргинала и задней скамеечника, чьи призывы годятся лишь для очарования экзальтированных и юных умов, в представителя политического истеблишмента, достойного участия в правительстве, носителя идей, которые могут быть воплощены в реальную жизнь. С этого момента Фейглен равный среди тех, кто в глазах всего общества, а не только апологетов, способен руководить страной и занимать высокие государственные должности. Нетаньяху уже дал все это Фейглену, а это, друзья, многого стоит. То есть, понимаешь, о чем идет речь? Что даже не тот факт, что Фейглен войдет в правительство, а то, что Нетаньяху признал его как политическую силу, легитимную политическую силу, имеющую вес в обществе, это многого стоит, сказал Александр Непомничий. И, на мой взгляд, абсолютно справедливая. Я не знаю, что думают наши радиослушатели по этому поводу. Вообще, многие отреагировали положительно, потому что действительно навряд ли смогла бы партия, потому что ситуация не изменилась. Они не прошли первый раз, когда голосование было, там им не хватило. Не хватило. Но какое-то количество голосов они оттянули, безусловно, от правого лагеря. И вообще страшнее для Израиля, страшнее даже не то, что какие-то идеи, не идеи, я не знаю. Но представляешь тот кошмар, если вдруг бы случилось, и левые победили. То есть пришло левое правительство. Интересно, вот моя двоюродная сестра была в июле три недели здесь, она живет в Иерусалиме. И было с ней очень интересно беседовать. Ну, естественно, что в Израиле, как и в Америке, есть и левое, и правое. И вот несмотря на то, что Нитанияху пользуются очень большим авторитетом на международной арене, в Америке к нему относятся довольно положительно, тем не менее очень много израильтян к нему относятся довольно отрицательно. Причем очень многие, опять же, вот как у нас левые, абсолютно беспочвенно обвиняют в каких-то действиях, в каких-то мировоззрениях руководителей. Точно так же и они не могут объяснить, почему они не... Вот они говорят, Нитанияху, он уже старый, он устарел, нам нужна свежая... Вот наш радиослушатель, к которому я отношусь с огромным уважением, поскольку он действительно интересные вещи пишет, и все. Потом пишет, что в глазах, а Фейглин теперь посмешивше в глазах израильтян. Он кинул свою партию. Вот такое у меня не существует. Не дождался наш радиослушатель. 847-400-5200, хотелось бы узнать ваше мнение. На ваш взгляд, то, что Фейглин согласился на предложение Нитанияху, и они не будут идти на выборы отдельно, как бы будут голосовать за партию Ликут, при этом Нитанияху пообещал ему министерский портфель и адаптировать некоторые идеи его. Как вы думаете, это положительный или отрицательный момент в избирательной кампании? Нитанияху. Ну, как для него, так это положительный момент. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, естественно, что все левые объединились. Больше того, арабский список присоединился к этим генералам и ко всем левым. То есть объединение – это единственная возможность сейчас победить правым. Поэтому совершенно правильно поступил Фейглин, несмотря на то, что у них когда-то были разногласия большие с Нитанияху, он поставил собственный как бы престиж ниже, чем интересы своего государства. То есть он как принципиальный человек, как настоящий патриот, как религиозный человек, он поставил интересы государства выше всех остальных интересов. Поэтому совершенно правильно. Спасибо. Вот проблема еще Израиля такова, что я вот тоже из разговора со своей двоюродной сестрой понял, и читал об этом много, что на руководящие должности не допускаются ультраправые евреи. Имеется в виду, что очень нерелигиозные, скажем, ну, мы понимаем, что такое ультраправые, но в то же время допускаются на эти должности ультраправые арабы. Ультраправых арабов не бывает, я не так сказал, нет. Допускаются исламисты, ультрарелигиозные, вот, Сережа, правильно снял с языка, ультрарелигиозные мусульмане. То есть видишь, какое предпочтение придают вот в Израиле мусульманам. Ну, а что еще касается Израиля, вот интересно, об этом практически я не видел нигде сообщений, об этом практически не говорилось, но было принято официальное решение госдепом США, который исключил Палестину из списка государств и территорий. Палестинская автономия просто была исключением из списка государств и территорий, опубликованных на веб-странице Управления Ближнего Востока, Государственного департамента США. И вот сейчас упоминание о ней исчезло. Президент Трамп продолжает крайне дружественную политику по отношению к Израилю. Мы об этом знаем. И вслед за признанием Иерусалима столицей, потом последовало признание голландских высот в суверенной территории Израиля. И вот теперь вот такой новый шаг против террористического образования палестинской автономии. Ну, естественно, что палестинцы немедленно подняли вой до небес. Они начали кричать, что это пример беспрецедентной беспомощности американской внешней политики, что Трамп не понимает, что он делает. Он слабый политик. Свидетельствует, что США не просто одобряют израильскую оккупацию, но полностью поддерживают планы израильских ультраправых. Короче говоря, поднялась шумиха, ну, и другого нельзя было ожидать. Министерство иностранных дел палестинской автономии заявило, что американская администрация отказывается от принятых Америкой обязательств, создавая иллюзию приемлемости оккупации и уничтожения надежды на реализацию принципов двух государств. То есть, вот они говорят, что было два государства для Америки на Ближнем Востоке, вот Израиль и Палестина, теперь вот осталось только один Израиль. Ах, как же несправедливо с нами обошлись. Да, ну, я напомню, что отношения с Палестиной, с палестинской автономией у нас были практически разорваны в 2017 году. Мы помним, что тогда президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столице Израиля и переноса туда американского посольства. У нас здесь звонок, давайте примем. Добрый день. Добрый день, господа. Добрый день. С пятницей. То, что мы сейчас говорили про так называемых палестинцев, потому что они не палестинцы, они просто арабы. Ну, естественно. Это же, опять же, они могут сравняться с нашими демократами. То есть сплошная ложь. Им давали государство, когда, вы помните, такой Яхуд Барак приехал с Клинтоном, и он отдавал ему 97-98% взамен там парк. И я никогда не забуду потом в воспоминаниях Клинтона, он написал, что он спасил Арафата, почему ты не принял дел, ты практически все, что ты хотел. Он говорит, я не могу принять этот дел. Я приму этот дел, меня приеду в это вот, в талисину так называемую, меня убьют. Им не нужны две страны, им нужна одна страна под их руководством. Поэтому это ложь, ложь, ложь. А вот если уже касаться лжи, это я сейчас коснусь, я скажу, прокомментируйте выступление мэра города Чикаго. Понимаете, она своим черным ртом открывает, потому что она же неприкасаемая, вы же понимаете, она неприкасаемая. Она черная, она женщина, и она это, как его, собрание этих согласных букв там целое. Ее не можно, чего она обращает вчера к Чикаго? Почему она вдруг на Трампа набросилась, как это вот? У нее еще мало проблем, которые она никогда в жизни не решит, только за исключением поднять тексты. Прокомментируйте это, потому что это просто такое... За назначение никто ни слова не скажет, и никто, потому что сразу будет расист, грамотист, назовите кто хотите. То есть вы уже сами только что прокомментировали ее выступление, нам просто больше ничего добавить. Вы что, разве не знаете, что ураган, который идет на Флориду сейчас, Дарьян, это же Трамп виноват. Вот если бы он не вышел из Парижского соглашения... Даже там, как в Амазонии, или горят леса, потому что он сейчас там правый президент. Ну, конечно, он виноват. Совершенно виноват. Ну, конечно, он виноват. Между прочим, он... Хотя НАСА подтвердило, что это нормальное явление, сезон пожаров. И не больше, не меньше, чем обычно. То есть когда был Обама... Сергей, в Африке... Виноват не был президент. В НАСА подтвердило. Там, кстати, каждый год намного, намного большие пожары. Понимаете? Намного. Между прочим, Трамп... Там сейчас все нормально. Это нормально. Спасибо. Ну, вот я подумал, что там сейчас президент такой. Ну, это же какой-то... Алик, спасибо большое у нас. Ну, вам спасибо, ребята, большое. О чем бы ни говорили, что бы ни обсуждали, какие бы проблемы ни решали, все равно Трамп виноват. Между прочим, Трамп отменил свою поездку в Польшу в связи с вот... И его за это либерация обругали. Трамп отменил свою поездку в Польшу, потому что действительно грядет такая неприятная вещь. Он решил остаться со своей страной, как говорится. И все равно его за это костерят как только мог. Израиль, как и в Америки, есть и левые и правые. И вот несмотря на то, что Нитаниян пользуется очень большим авторитетом на международной арене, в Америке к нему относятся довольно положительно. Это я говорю. Но, тем не менее, очень много израильчан к нему относятся довольно отрицательно. А вот еще одно мнение. Я думаю, что это хороший ход для создания единой правой партии. Я надеюсь, что Фейглин наконец понял. Потеря правых голосов, отданных за его партию, не принесет ничего хорошего для укрепления правого блока. Так же, как Шакет это поняла. Будем надеяться, что победу... На победу правых сил. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела вас спросить. Вот на днях я видела случайно CNN. И они рассказывали про палестинца, который поступил в Харвард. И его оттуда экспел не пустили в страну, потому что он... Пограничная служба выяснила, что он был связан не с теми людьми и проверила его фейсбук аккаунт и так далее. Так они просто исходили с льной на CNN. Срочно нужно его вернуть. Срочно ему нужны адвокаты. Вы ничего не слышали по этому поводу? Да, действительно, слышали мы по этому поводу и была дискуссия по этому поводу. Палестинский студент, который получил... Правда, не уточняется, я так не выяснил. От какой-то неправительственной организации он получил грант. Студент родом из Палестины, который проживает в Лимане. И когда он приехал, значит, пограничная служба, что называется, провела ветинг, то есть, проинтервьюировала его, это было длительно, по-моему, часов пять, наверное, проверили его социальные сети. И пришли к выводу, что он представляет некую опасность для нашей страны. И в интересах безопасности его развернули, и, то есть, его визу ревок, то есть, отозвали его визу. И на самом деле, разве не этого мы хотим? Разве мы хотим, чтобы потенциально... Причем, студент, а с учетом того, что он собирался изучать химию, я думаю, что пограничники поступили верно. Наверняка у них были какие-то основания для того, чтобы это сделать. Опасения. Да. Добрый день, пожалуйста, у Ифи. В то же время, а это пускай. Опять. Слушаем вас? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поделиться очень такой важной, интересной информацией по поводу Израиля. Я ее разослала, я пошлю и вам тоже, просто на радио ваше. Значит, это, во-первых, статья Лев Фрейдман, комбинация в два хода Гроссмейстера Либермана. Там абсолютно четко все изложено, все вот эти вот фокусы его, политикана этого, от 29 августа. Замечательный анализ. То есть, фактически там сказано, что в результате предстоящих выборов повторных возможен явочным порядком перевод части правого большинства израильских избирателей в левый лагерь с целью образования левого правительства. Вот. Это первое. Значит, это большая опасность. Значит, это замечательный, кстати, израильский сайт. Называется научилась.co.il. Вот. Это первая статья. А вторая, Каролины Глик, потрясающая тоже статья. Там вообще вся история их отношений. То есть, понятно, что просто Либерман стал врагом его давно уже, личным врагом. И вот в угоду всему этому, так сказать, идет вот эта катавасия. Вот то, что я хотела вам сказать. Спасибо большое. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Фейгин, он из Либермана партии или из какой партии? Нет, это партия Зиуд. Он возглавляет партию Зиуд. Совершенно другая партия. Это новая партия. Она такого либертарианского уклона, скорее. Она левая? Нет. Нет. Ее нельзя назвать левой. Асиэнтова, бывшая ликудница. А, ну я послушаю. Да, я послушаю, я поняла. Я думаю, что это неплохо. Для Натани Ягу будет. Это будет очень хорошо. Замечательно, да. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Я очень людям советую почитать вот эти две статьи. Комбинация два хода Гроссмейстера Либермана и Каролина Глик. Каролина Глик, кстати, я не помню на каком. Будьте любезны, еще раз повторите. Какой веб-сайт? Веб-сайт научилась наутилус. Н-A-U-T-I-L-U-S точка-C-O точка-I-L. Ну, доколу, окей, хорошо. Спасибо. От 29-го, 19-го. Я вам пошлю. Я сейчас вот пошлю все на радио вам. Спасибо. Спасибо большое. До свидания, спасибо. Ну что, что еще? А, у нас мы должны прерваться на рекламу. Сейчас у нас еще минутка есть. Вот информация, которая появилась в моей ленте. Я сделал перепост, и меня тут же Миша Солоп сразу замечание взял. Взял в оборудование. Да, я уверен, что эту информацию можно было подчеркнуть с менее паскудного сайта, почитать другие материалы на нем. Я уверен, что тебе самому не захочется больше пользоваться им, как это. Миш, я уже написал ответ, и я пишу, Мишенька, я никогда не знал даже о существовании этого сайта. Справочник. Справочник. Я даже не знал, что просто в моей ленте появилась эта информация, мне она показалась любопытной, и я ей поделился. Так что, Миш, спасибо большое за то, что подсказал. Впредь буду внимательнее. Но сама информация мне показалась любопытной. Я не знаю, так сказать. Речь идет о том, что Гаокский суд оправдал Слободана Милошевича. То есть, его же обвиняли в геноциде, помните, в преступлении против человечности. И я не знаю, вообще, возвращаясь к событиям того времени, я не знаю, может, меня сейчас обвинят в непатриотизме, может быть. Может быть, вы будете правы. Но у меня все время соднит немножко. Мне кажется, что бомбежка Белграда, бомбежка Югославии лежит темным пятном на истории Соединенных Штатов Америки. Я тоже считаю так абсолютно. И честно говоря, мне за... Я не знаю, мне... Я не могу говорить, когда начинают обвинять Америку в том, что она разбомбила Югославию. С одной стороны, мне хочется сказать, это не Америка разбомбила Югославия. Это определенные политические круги, которые использовали это Югославию как распьянную монету. И вот, честно говоря, я до сих пор чувствую некое... Не знаю, ну, чувство невинных, что ли, но какого-то дикого дискомфорта. Ну, так, это абсолютно не было нужным бомбить тогда Югославию. У нас здесь звонок, мы плюли или мы плюваться должны? Мы сейчас должны остановиться. Давайте буквально мы сделаем небольшой перерыв. Перезвоните, пожалуйста, мне будет интересно узнать ваше мнение. Или оставайтесь на линии. Нет, ну, минут на несколько. Перезвоните, мы вернемся буквально через несколько минут. Просто сейчас перерыв должен быть. Ну, и поскольку все микрофоны работают, мы дадим возможность нашим радиослушателям поучаствовать в наших дебатах. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Еще раз, я... Потому что когда говорится слово Югославия, у меня всегда это... Ну, я провел там почти три года, работая в «For you as steel», 9, 10, 11 год, и то, что я там увидал, и то, что я там услышал, и то, что я покупал книжки... Сергей, вы не должны себя... Вы 100% правы. Это была чистая авантюра президента Клинтона, закрыть дело Моники Левинской. Но вы знаете, интересно, что если вы берете в Белграде автобус, ну, который, как в любой стране, двухэтажный, и вам делают обзор всего города, и вы когда едете на 16 языках, я специально слушал и на русском, и на английском, что они сказали. Вот они говорят, вот подъезжают. Разбомбили здание полиции, министерство полиции, министерство вооруженных сил, а потом больницу, радиостанцию, китайское посольство и так далее, и так далее. И они на этих 16 языках говорят, теперь посмотрите, что НАТО, барберия НАТО, то есть барберия НАТО и Америка сделали с нашей столицей. Вы понимаете, они ничего не восстанавливали, потому что кидались престижные бомбы, вы знаете, как это называется, которые взрываются внутри здания, здание стоит, как будто ничего не восстанавливали, а внутри все уничтожается. Вот. И они этого, конечно, никогда не забудут, никогда не простят, сербы, потому что они были единственные, который помогал во Вторую мировую войну союзникам, американцам, русским и так далее. Они спасли более 500 американских летчиков, которые были сбиты немцами над Югославией в то время. Поэтому для них это тяжелейшая травма, они никогда не могли до сих пор. А насчет Милосовича, вы знаете, нужно не забывать одну вещь. Он не был идеальный, у него было очень много, ну, бывший коммунист и так далее, и так далее. Но это первый и пока единственный человек в Европе, который выступил, так сказать, громко во всеослушание против мусульманского нашествия. Вы понимаете? И недаром в Косово стоит колоссальный памятник Клинтону, и он так держит папку, а на папке дата, то есть дата, когда начали бомбить Югославию. То есть для них это святое дело, и он для них святой человек. Я не думаю, что когда-то Клинтон или его супруга могли бы появиться в Сербии. Это я даже себе это не представляю. Но насчет Сербии, в Югославии, Сергей, вы 100% правы. К сожалению, вот так оно было. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Слушаем вас. Приглушите радиоприемник, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сережа, не только вам должно быть стыдно за нашу армию, которую бомбила Югославия, но еще всем нам стыдно за то, что наш президент, бывший Катар, устроил Хамини на место Шаха Фехлеви. Сейчас впоследствии мы ощущаем на всю катушку. А также нам стыдно за то, что наш бывший президент Обама устроил арабскую весну вместе с иранцами. Мы теперь не имеем наших союзников, президента Барака и полковника Каддафи. И мы также помог создать ИГИЛ. А скажите, это случайное совпадение, что все вот эти темные пятна на истории нашей страны, они появились во времена правления демократов? Это вызывает подозрения, и вы правильно заметили, что там не очень-то все складывается в пользу нашей Америки. А вот скажите, пожалуйста, вот я насчет Израиля. Если не дай бог, конечно, вдруг левый придет к власти в Израиль, то поднимут ли они вопрос о создании двух государствах столицы Иерусалим. От них можно ожидать все, что угодно. Они могут вывести народ с поселений. И от них можно ожидать то, что они могут земли отдать еще. И голландские высоты могут отдать. Все, что угодно. Если вы задали мне вопрос насчет того, что все эти совпадения появились во время правления демократов, а вот то же самое можно сказать и про левых, которые уже много раз подводили Израиль. Все трагические события в Израиле как раз происходили во времена правления левых? Да. А вот кто за ними всеми этими событиями стоит? Кто-то же ими управляет. Спасибо. Спасибо вам. Дело в том, что палестинцам не нужна инфраструктура, им не нужна экономика развитая. Им нужно из себя делать несчастных, чтобы им со всего мира шли миллионы, сотни миллионов долларов. Добрый день, мы вас слушаем. А, отключился. Пока ты закончил свою мысль, человек уже соскочил с линией. 847-400-5200, телефон в нашей студии, у нас еще есть какое-то время. Ты знаешь, я хочу упомянуть о том, что... Да, давайте, да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, господа. Сергей, вы сказали, что вы себя некомфортно чувствуете по поводу событий в Югославии. Мягко выражаясь. Вы чувствуете по поводу событий в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, Египте, Йемене, нагло вмешательствах дела Венеселы. Тебе не нравится правительство, там режим, помоги им. Пришли им какую-то экономических адвайзеров, кого-то. Они завораживали собственные деньги. Дин. И посылать кибератаки на все это. Вот вы, как гражданин Америки, так? Как видите свою роль в этой стране? Аплодировать всему или чему-то сопротивляться? Дин, из того, что вы перечислили, я бы все не стал грести под одну гребенку. А это разве не то же самое? Нет, абсолютно не то же самое. Каждый случай надо рассматривать часто. Понимаете, вот когда вы так рассуждаете, у меня складывается впечатление, что вы как бы не очень любите нашу страну. Что бы она ни сделала, что бы ни предприняла, у вас негативное к этому отношение. А мое отношение к этому дифференциальное. Я не могу сказать, что в отношении Венесуэлы наши действуют точно так же, как вы говорите, как в отношении Сербии. Это принципиально разные вещи. Абсолютно разные вещи. Потому что Венесуэле не дали их бомбить. Потому что туда прислали экономически этих военных адвайзеров из Китая, из России. 25 тысяч кубинских солдат туда приехало. Не до этого было. У них есть противокорабельный комплекс «Бастион», у них есть противовоздушный комплекс «Витязь». К этому так просто не подплывешь и не подлетишь. Подождите, вы хотите сравнить военную мощь Венесуэлы и Америки? Да не сравниваю я ничего. Просто, понимаете, нам нужно заняться своей страной, а не переворачивать весь мир без ног. Подождите, вы сейчас упомянули... Вы не назовите хоть одну победу за 20 лет. Дин, вы сейчас вдруг... Значит, вы, во-первых, взяли и все сгребли... Подождите, ну хорошо, мы вас выслушали. Давайте уже выслушайте нас. Вы сейчас все в одну корзину сгребли. Значит, вы сказали, давайте не будем трогать весь мир, давайте займемся собой. Вы, который упомянули и Ирак, и Иран, и Афганистан, рассадники вот этого... Иран не упоминал. Дин, давайте не будем перебивать, мы вас слушали внимательно. Хорошо, вы не упомянули Иран, вы упомянули Ирак и Афганистан. Вы упомянули все, что угодно. Вы даже не понимаете о том, что каждая страна и каждый конфликт со страной – это частный случай, который нужно и рассматривать отдельно. Вы вдруг сказали, что Штаты не бомбили Венесуэлу, им не дали бомбить. Никто не собирался бомбить Венесуэлу. Просто американское правительство поддержало... Джон Коузер уже подписал 5 тысяч солдат запустить или в Колумбию, или в Бразилию. Это откуда у вас такая информация? Он подговорил и в Бразилию, и в Колумбию включится в это. Дин, откуда у вас... Вы следите за новостями, пожалуйста. Хорошо, давайте говорим так. Мы за новостями следим, поверьте, больше, чем вы. Это наша... Во всяком случае, это Сережина работа – следить за новостями. И поверьте мне, он держит руку на пульсе гораздо чаще и крепче, чем вы. Что касается Колумбии и Бразилии, там другая проблема. Вы, наверное, в курсе, что у нас от героина гибнет больше людей, чем от огнестрельного оружия. И в значительной степени весь этот героин идет из Колумбии, и идет он через Мексику в том числе и так далее. И то, что наши сотрудничают с правительством, и войска, возможно, собирались туда отправить, для решения этих проблем прежде всего. Потому что с этим надо что-то делать. 50 тысяч жизней от передозы героином – это слишком много. Ну, во всяком случае, когда собирается послать войска в какую-то страну, то это, в принципе, это public information. Это информация, о которой знали бы все. Почему-то об этом знаете только вы, но другие об этом не знают. Значит, что касается Ливана, Ливии, вернее. Ливии. Не Ливана, а Ливии. Это действительно была колоссальная ошибка, если не преступление. Причем я не имею в виду преступление, уголовное преступление, а преступление вот по отношению к нам. Мы свергли режим ненавистного Каддафи, а на самом деле это привело к чему? Каковы последствия этого? Это привело к тому, что открылись ворота для перемещения жителей банановых республик в Европу. И Каддафи об этом предупреждал, он об этом говорил. И я думаю, что Клинтонша, не косну будет помянуто, предприняла колоссальные усилия для того, чтобы подтолкнуть Обамку, причем она вместе с Самантой Пауэлл подтолкнули Обамку к тому, чтобы бомбить Ливию. И они знали, каковы будут последствия. Это не случайно. Это такое воплощение мечты Потца-Сороса, такое перемещение народов, опускание уровня жизни во всем мире, единое такое глобальное правительство. И они знали, каковы будут последствия. Единый глобальный уровень жизни. Да, единый глобальный уровень жизни для всех, для всего быдла, кроме Клинтонов, Буши и так далее, Соросов, Шморосов, все это и падали. И результат вот такой. Результат половины Африки переместилась в Европу. Европа, ну, каковы результаты, вы знаете. Я не буду вам рассказывать, вы сами все видите, сами все понимаете. Такое перемещение народов. И я думаю, что это было сделано с этой единственной целью, потому что Ливия нам никак не угрожала. После того, как Рейган дал по заднице им, они отказались от ядерного оружия, от ядерной программы. И на самом деле они устроили неплохую жизнь для своих жителей. Это был тоталитарный режим, безусловно. Я бы не хотел там жить. Думаю, что и вы не хотели бы там жить. Но то, что произошло после нашего вмешательства, ну, простите, если это было целью, то это преступление. Добрый день. Добрый день, вы слышали. Я не слышал. Да, вы слышали. Вы сейчас говорили. Конечно, в Ирак ходить, в общем-то, не надо. Конечно, сволочь был на свергать его не надо было, потому что после него еще больше хаос пошел. А по поводу Ливии там еще было замешанно очень саркозе, потому что я дать уже не субсидировал его избирательную компанию, поэтому саркозе просто не что-но выпрыгивало, чтобы его убрать. Было такое, да? Да-да-да. Вот, а если вы помните, еще был такой хороший фильм «Хвост виляет собакой». Вот там как раз все это обыгрывалось, вся эта против Югославии домбардировка. Так это было затеяно. Честно сказать, я вообще всегда был против вмешательства в дела Ближнего Востока и мусульманских стран. Да, потому что все равно насадить демократию, так от насадить демократию. Невозможно, нет. За невозможным. Невозможно, совершенно верно. Совершенно верно. Я всегда говорил, пусть они варятся в собственном соку, пусть они сами между собой разбираются. Там были светские диктаторы, но и слава богу, что светские были. Да, это все-таки не фанатики-исламисты. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. В это время Кадахи был прозападным. То есть он был настроен абсолютно прозападно и проамериканский и так далее. Его убили именно за это, в общем-то. Плюс, собственно говоря, Барак Обама, он этого хотел без Клинтонов, потому что у него было 30, так сказать, его царей, которые были из маслян Бразерхуд. Поэтому он был абсолютно, это, в общем-то, мусульманский президент нашей страны был. Он мусульманин. И поэтому ему нужно было это сделать. Он это и сделал. Ну, одним словом, после каждой... Предательство вообще-то было. Предательство нашей страны прежде всего. И предательство всей западной цивилизации. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Если быть до конца объективными, я помню, перед тем, как атаковали Саддама, он оплачивал террористам деньги. И Израиль очень сильно... Да, было такое. Как бы был с Америкой соединен в плане, чтобы Америка атаковала тогда. Было такое, было. Помните? Да, конечно. Было. Они оплачивали каждому террористу... 25 тысяч долларов платил лично Саддам Кусанин. Это было очень жестко. И наша улица поддерживала, в принципе, войну. Хотя... Пока есть, я тоже поддерживаю. Некоторые религии надо. Там было так все это сложно немножко. Я думаю, это сейчас так уже понятно, что это не нужно было. Я честно... А в тот момент так это не казалось. Я был против вмешательства с первого дня, потому что я всегда говорил, что сегодня Хусейн снабжает средствами террористов. Завтра его не будет, будет другой на его месте. Я искренне должен сказать, признаться, покаяться или не покаяться. Я поддерживал. Я поддерживал, поэтому... Ну, просто стараюсь быть честным. Я тогда думал, что рано или поздно его найдут. Но сколько на это будет потрачено средств, сил? Честно говоря, я ожидал, что это будет двухнедельная операция, при которой будет гораздо больше жертв. Вот. И потом у меня почему-то закралось сомнение, что американцы туда влезли только из-за нефти. Оказалось... Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хотела сказать про Югославию. У меня абсолютно такое же чувство всегда было, вины перед Югославией. Мы с мужем были там на конференции, и тот человек, Югослав, который нас, вилка, принимал, он нам потом во время этих вот бомбардировок, он такие ужасные нам имейлы слал. Боже мой, что же ваше правительство, что же Клинтон делает? Это какой-то ужас, и все. Но я также точно, как вы, всегда думала, что это и не нужно, и непонятно зачем, и все. Но потом я слушала один раз, как такой вопрос задали Табаху, вот вы сегодня с ним будете беседовать, и он как военный, конечно, он как военный только объяснил это. Он объяснил это прекрасно. Ну, то есть, он объяснил, что просто как бы от НАТО требовали каких-то действий США от Соединенных Штатов. Я призываю вас, сегодня, когда в нашем эфире будет через полчаса, ну, чуть больше, чем через полчаса, Гарри Табах, вы позвоните и задайте, если вас интересует. Ну, вы сами, вы сами это можете задать. Нет, я хочу, чтобы вы это спросили. Потому что я абсолютно разделяю ваши чувства, но он как-то очень хорошо, как военный, это объяснил. Может быть, это просто, как говорится, ну, как бы наше лицо, чтобы сохранить как страны или как военных. Но он хорошо объяснил. А у меня точно такое же чувство было, как у вас. Более того, когда я увидела фотографию, как разгромили, там, одно здание хлопнули, я вообще подумала, что это вначале, что это Пентагона, фотография, как Пентагон, 9-11. Это было настолько похоже, то есть, как будто вот Бог прямо вот послал, что вот вам сделали это, а вы сделали вот то же самое. Понимаете как? Это ужасно все было. Кроме того, я хочу сказать, что это ретроспективно, глядя, после того, что происходит сейчас в мире с мусульманами, и с исламизмом, это как бы думаешь, вот правильно все этот самый, как это, ну, осужденный этот Милошевич делал, потому что вот как они пошли, их нельзя было тогда защищать. Понимаете, это мы сейчас ретроспективно еще так оправдываем. А тогда это довольно было сложный вопрос был. Вот поговорите об этом с Табаком. Спасибо. Всего хорошего. Это правда, тогда действительно НАТО очень нажимало на шоу. У нас есть еще звонок, но у нас осталась минута времени, поэтому давайте, если можно, короче. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, насчет вот этих бомбардировок на Саве, когда они начались, я тоже возмущалась, и была, ну, не могла понять, почему это только считала Клинтон, хочет отличить внимание от Моники. А у нас в доме живет женщина, которая искраившая, то есть искраившая. И она, когда началась война в Украине, сказала, я очень сочувствую, потому что у нас Малушевич делал то же самое, что Путин на Украине. Так что вот за это их и бомбили. За то, что Путин делает на Украине. А у Путина не могут бомбить, потому что у него ядерная оружие. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, Олег. Спасибо. И... Да, всем желаем хорошо провести выходные. И хорошей погоды. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok